Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, Аминь. До сих пор... Давай быстрее. До сих пор я еще не сказал, какое время он входил в святое святых. Хотя мы уже узнали, что он входил туда только один раз в год. Каким образом можно узнать, в какой месяц он входил? Из этой же книги написано, в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо Отца своего. И наденет он льные одежды, и одежда священная, и очистит святое святых. И скинье собрание, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ, общество очистит. «И да будет все для вас вечным постановлением очищать сынов Израилев от всех грехов их однажды в году». Левитам 16 глава, 29-34 стихи. Моисей говорит здесь о дне очищения. «Именно тогда и только тогда первосвященник однажды в год входил во святое святых». Это подтверждается словами «очищать сынов Израилев от всех грехов их однажды в году». Если первосвященник входил в святое святых в день очищения, тогда ясно, что именно во святое святых ангел явился Захарий в то время, когда он совершал там курение. Один раз в год первосвященник входил во святилище, однако не помешает послушать, что говорит об этом священное писание. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из-за его череды именем Захария и жена его из рода Аронова имя Елисавета. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось во время каждения. Здесь, возлюбленные, вспоминайте сказанное. «Ни один человек не должен быть в скине и собрании, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его». Левитам 16-17 глава. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Лука 1 глава 5-11 стихи. «Не сказано жертвенника для принесения жертв или всесожжений, но жертвенника Кадильного, так как жертвенник, который находился вне, предназначен был для жертв и всесожжений, а внутренний жертвенник был жертвенник Кадильный. Из этого, а также принимая во внимание то, что ангел явился ему, когда он был один, и из всего сказанного, что народ стоял вне, ожидая его, можно заключить, что он находился во святом святых. Захарий, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Ельсавета, родить тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Между тем народ ожидал Захарий, и удивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и объяснялся с ними знаками, и оставался нем. Лука 1 глава, 12-13, 21-100 стихи. Теперь ясно, что он находился внутри, за завесой. Именно там он получил эту благословенную весть. И это было в день очищения, в время поста, так как слова «смиряйте души ваши» говорят о посте. Итак, этот праздник отмечался иудеями в конце сентября. Вы также можете удостовериться в этом из неоднократных проповедей моих, в которых я на основании многих ссылок из Писания опровергал время проведения постов иудеев как неточное и потому неправильное. Именно в это время Елизавета, жена Захарьева, зачала и таилась пять месяцев, и говорила «так сотворил меня Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Лука 1 глава, 24-25. Теперь обратите внимание на то, что в шестом месяце, когда Елизавета носила в очреве Иоанна, Марии было тоже возвещено зачатие сына. Доказательство сего Писания. Лука 1 глава, 30-31 стихи. Мария же сказала ангелу «как будет это, когда я мужа не знаю?» И ангел сказал ей в ответ «дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемая святой наречется сыном Божиим». Вот Елизавета родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным. Никакое слово. Лука 1 глава, 34-37 стихи. Поэтому, если Елизавета зачала в конце сентября, то с этого месяца мы должны отсчитать шесть последующих месяцев. Это был шестой месяц, месяц, когда Мария зачала. А теперь, если мы отсчитаем еще девять месяцев, придем и к настоящему месяцу. Первый месяц после того, как Мария зачала, был апрель. Затем май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Именно в этом месяце мы и отмечаем праздник Рождества. Для того, чтобы сказанное было более понятным, кратко повторю. Один раз в год в пересвящение входило святое святых. В сентябре месяце. В шестой месяц беременности Елизаветы, после сентября. А это значит, в марте зачала и Мария. Теперь, рассчитайте, девять месяцев от апреля, и мы приходим к настоящему месяцу декабрю, в котором и родился Господь наш Иисус Христос. Итак, объясню, когда родился Господь, а посему рождение Господа празднуется в этот день. Еще хочу сказать, когда язычники слышат о рождении Бога во плоти, они обычно насмехаются над нами и высмеивают этот факт. Таким образом, они приводят смущение и замешательство многих недостаточно сведущих христиан. Поэтому, должно сказать следующее, в адрес этих язычников, и тем самым помочь христианам, которые смущаются от подобных разговоров. Мы не должны поддаваться заблуждениям глупцов и страдать от насмешек неверующих. Малые дети также могут смеяться, когда мы говорим им о серьезных вещах, и делаем все возможное, чтобы объяснить им то, что они должны знать. Однако, их насмешки нисколько не доказывают то, над чем они смеются, маловажно и незначительно. Человек, который насмехается, просто доказывает свое непонимание. То же можно сказать и об этих язычниках. Их невежество хуже, чем детей. С другой стороны, то, что они называют священным и необходимым, олицетворяет собой уродство и мерзость. Несмотря на все усилия их прославить, мерзость их всеми мыслями и способами, самое настоящее безумие их – это воплощать своих богов в камни, в деревья и в статуи. Однако, когда мы говорим, что Бог Духом Святым устроил живой храм, чтобы дать спасение миру через Иисуса Христа, мы становимся объектом их оскорблений. Но нуждается ли эта доктрина в доказательстве? Если кому-то кажется невероятным, что Бог обитает в человеке, то намного невероятнее во всех отношениях его обитание в дереве и в камне. Тем более, что дерево и камень представляют собой нечто низшее по сравнению с природой человека. В таком случае язычники должны придерживаться мнения, что люди занимают более низкое положение, чем эти неодушевленные части творения. Они даже помещают свои божества в собак и в кошек. А многие еретики отводят своим богам еще и более низкое и даже позорные места обитания. И они не испытывают никакого отвращения таких утверждений. Мы же ни в коем случае не придерживаемся такого родства и не хотим даже слушать их. Вот чего мы придерживаемся. Из утробы Девы произошло чистое, святое и непорочное тело, чуждое всякого греха. Бог таким образом возвысил свое творение, восставив его в честь и достоинстве. Что же касается язычников, то разве они не придерживаются и даже открыто не исповедуют такие безбожные доктрины, что божество становится одно с обезьянами, собаками и всякими другими животными. А мы считаем тех, кто исповедует языческие религии, причастниками всякого нечестия. Поэтому, как язычники смеют оскорблять нас из-за доктрин, что Бог, когда стал человеком, приготовил себе храм и таким образом пересадил жизнь обитателя небес в наши земные условия, они, несомненно, уже сейчас заслуживают смерти не только за оскорбления, которыми осыпают нас, но также и за их непрекращающееся богохульство. Потому что, если это действительно недостойно Бога, как они заявляют, избрать чистое, непорочное тело для своего обитания, тогда тем более тому, кто сидит на престоле по правую руку отца, неприличествует обитать в телах всяких магов и колдунов, грабителей, расхитителей могил, а также этих обезьян и собак. Какой вред он нанес своему отцу? Или как обеславил его тем, что стал человеком? Обратите внимание на солнце, это видимое, недолговечное и приходящее творение, таково оно и есть, хотя язычники и манихейцы лопаются от гнева, слышат подобные заявления. Однако не только солнце, но и земля, а также все видимое творение, покорное в суете. Послушайте, как Павел излагает нам эту истину, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, на поволе покорившего ее. Римлянам 8, 20. Далее он объясняет, что значит слова покорилась в суете. «В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». 21 стих. Итак, тварь, приходящая и подвержена тлению, так как слова рабства тлению ничего другого не означают, кроме того, как подтверждают разрушение, подвержены разрушению. Итак, я хочу сказать, что это солнце, материальное, подверженное разрушению, посылает свои лучи во всех направлениях. Его лучи падают на грязь, испражнения, всякие нечистоты. Однако, страдает ли от этой чистоты солнце? Разве не лучше было бы ему сохранить свои прекрасные лучи в абсолютной чистоте, соприкасаясь лишь с тем, на чем лучам приятно было бы покоиться, вместо того, чтобы уделить хоть какое-то внимание тому, что вонюча и грязна. Если это так, тогда исповедуемо нами истинно, что Сын Праведности, Всемогущий, Господь и Владыка Духовных Сфер не только не понес ущерба от того, что Он вошел в чистое тело, но этим Он даже возвысил человеческую природу до высшего уровня чистоты и святости, еще более достойно восприятия. Давайте должным образом порассуждаем над этим, помня сказанное, и буду ходить среди вас, Левитам 26.12, А также, ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. 2 Коринфянам 6, глава 16, стих 19. Возрадуемся же о проявленной к нам благодати и одарованных нам преимуществах, и восхвалим Бога, который стал человеком за его великое снисхождение, превознесем его по мере наших сил и вознаградим его так, как он этого достоин. Господу слава во веки веков. Аминь.